Проблема наша в том, что у нас нет гору и уличного освещения. Вот так и живем сами, сами по себе, да. Сколько можно? Но ведь надо напомнить, что все-таки они представители народа, поэтому защищать должны наши интересы и интересы наших жителей. Не далее, как прошлой осенью, жителей домов по Пролетарской 57 и 78, коммунальные службы несколько недель испытывали на прочность и горячей водой, и холодным, и паром, и зловонным запахом. Просто разобраться не могут, какие это трубы разрушились. Да, они могут определить, где отсюда сам этот прорыв-то. То ли вот в этом месте, то ли, допустим, в этом месте, понимаете? Увидеть, что происходит под землей, то ли водопровод разрушен, то ли теплосети, конечно, невозможно. Так ведь и само не пройдет, не затянет и не зацементируется. Хоть день жди, хоть неделю. Нам, конечно, трудно понять, что нужно делать. Здесь только специалисты разберутся. Но неужели для принятия решения нужно несколько месяцев, чтобы все окончательно разрушилось? Ну что, снова картина повторяется у нас. Опять залило с 22 января, и никто никаких мер не принимает. Вот уже месяц доходит. Вон, под балконами уже изморозь образовалась. Из подвала вода паром идет. Вот пойдемте посмотрим сейчас подвал. Дейзер. Забегая вперед, скажем, что на сегодняшний день виновник найден. Но на время съемок жители уже находились на грани отчаяния. И не рассказать о тех, кто их довел до этого, просто было бы с нашей стороны непрофессионально. Думается все-таки, что этого могло бы не быть. Известно и Тугановой, это замглавы администрации, и Сычуков в курсе, и наша управляющая компания Цепко, и теплосети начальник, и прокуратуру мы написали. Все, все знают, но пока что стены мокнут, наверное, с первого этажа сыросят, все идет по подвалу, трубы гниют, ржавеют. Вся арматура новая была поставлена, приборы учета, это же все сейчас менять надо будет. Кто заплатит? Вот будут искать виноватых. Или, значит, сейчас я говорю, кивают теплосети на управляющую компанию, управляющая компания там друг на друга перепирается. Более-менее ясно объясните, вы видите здесь свое время, что происходит здесь, начиная с осени? На данный момент у нас потерь по воде нет, по этому дому. Если бы была утечка по водопроводу, по холодной воде, у нас бы на пятых этажах воды бы не было. Вот у нас, Свердлово, 55. Вода есть. В крайней мере есть, на пятом этаже вода есть, и сейчас так вот на «Ура!» я ничего не скажу. Покажут только, вот методом точечного отключения, вот сейчас отключим вот эти дома, 55, 57 отключим, и будем смотреть только так. Как это будет, дети? В зависимости от того, даже не знаешь, что смотреть. Сейчас путимся в камеру посмотрим, в колодцы будем спускаться смотреть. Так что не знаю. Но на вашу работу, сколько времени нужно, чтобы вы вот это все сделали? За день вы сделаете все это? Проверить? Да. Ну, до 5 часов, до 17, посмотрим, что же. То есть вы до вечера уже можете определиться, что там с вашей стороны? Да. От представителей генерирующей компании мы никаких комментариев не получили. И это еще полбеды. К сожалению, убедительного объяснения от них не дождались и в управляющей жилищной компании ЖКХ-сервис. Каждый день мы утром, утром, перед обедом звонили, нам все говорили, из-за морозов ничего никак не делали. Потом говорили, нам нет техники, чем откачивать. А потом, когда потеплела, техника появилась, и вдруг начали работать на Розу-Ноксенбург-25. Там они работали целую неделю, и нам вот, на нас вообще никак не обращали внимания. Мы занимались только перепиской. Мы им бизнес шлем, они нам ждут. И такие ответы шлют. Даже читать стыдно. Теплотрасса не в нашем виде, не в нашей виде, только теплосетям она не принадлежит. Вот это, да. Ищите, чья она. Надо было найти просто, где источник. А клядина это? А почему у нас парит тогда в подвале-то? Что там, где езер? Она не горячая. Ну как, вы посмотрите. Не, ну она не горячая, мы ее в тот раз смотрели. Вода холодная, совершенно. Подвал полный. Сейчас мы вызовем Ховякова, он откроет этот подвал и будет смотреть у них. А потом надо тогда здесь определить, что сюда течет. Нет, не с той стороны, не с той. Нет, мы же вам очень не говорили, определитесь, откуда течение. Так тогда бросим, все, не сделаем, принимаем. Мы говорили, давайте откачаем, определимся, откуда течет. Никто ничего не сделал до сих пор. Надо было изначально понять, откуда течет, давно бы уже нашли. Все бросили, никого не делали. А сколько просили бочки-то на канальчике? Они не так понимали? Может, 10-20 в чем-то есть? В чем? Нет, не спрашиваю. То есть, надо было в колокола бить. С 22-го числа мы били. С 22-го числа мы всем сообщили, что у нас в подвале вода. 23-го после обеда мы собрались здесь. Где по сети водоканал? Мы, КГХ, в результате руками развели завтра. Это была пятница. В пятницу нам сообщили, не приедем. Даже заявки на ваш дом нет. В пять часов вечера собирались в Бутуганово. Причина в чем? Вы, как специалист, видите хотя бы причина в чем? Причина в том, что по старым желобам поступает вода. В два дома. 57-й и 78-й. Ситуация сложная, потому что никто не может определить, чья вода. И все пытаются, к сожалению, доказать, что она не чья-то. А наоборот, не найти место порыва какой-то реальный, чтобы можно было потом что-то сделать. Вот вся наша беда. Мы месяц уже пишем письма во всей инстанции. И управляющая компания нам. Мы ресурсопоставляющим. Видите, а вот и ныне там. Потому что никто не хочет. Сейчас мы говорим, давайте будем проводить раскопку диагностическую, шурфовать. Опять же, никто не хочет делать. Вот сейчас разговариваем, кто будет делать. Никто не собирается это делать. Чья трасса, тот и виноват, я так считаю. Или это водоканал принадлежность, или тепловых сетей. Значит, давай срочно звоним диспетчерскую ПЖТРО. От 95-го дома, от подвала ключи нужны. Пусть они посылают срочно. Хоть Комяков, хоть Тарасов, хоть под дежуркой везут ключи от подвала. Потому что есть предположение, что утечка идет с сети у дома. В тот же день, 14 февраля, причина затопления подвалов двух жилых домов была найдена. Порыв водопровода три с лишним месяца назад, наконец, ликвидирован. И все-таки не покидает горькая мысль, что при более уважительном, внимательном, или, если хотите, коммуникабельном отношении представителей разных компаний друг к другу и к жильцам, этот инцидент не затянулся бы более чем на неделю. И сегодня не пришлось бы отвечать на вопрос, кто заплатит за ущерб, причиненный аварии жильцам домов 57 и 78 по улице Пролетарской. Вот так и живем сами, сами по себе, да, сколько можно. Но ведь надо напомнить, что все-таки они представители народа, поэтому защищать должны наши интересы и интересы наших жителей.